С января этого года вступает в силу новое штатное расписание музыкально-драматического театра округа Пушкинский. Будут на равных правах работать два творческих самостоятельных муниципальных театра – Пушкинский музыкальный театр и Ивантеевский музыкально-драматический театр. Сцена Ивантеевского театра так и останется Центр культуры и искусств имени Кекушева. В декабре прошлого года руководство музыкально-драматического театра принимало заявление от соискателей на должности в создаваемом структурном подразделении. После рассмотрения поступивших заявлений перспективных планов развития Ивантеевского музыкально-драматического театра и других документов после консультации с Союзом театральных деятелей Российской Федерации и получения рекомендаций было принято решение назначить художественным руководителем Ивантеевского музыкально-драматического театра Артема Бибелюрова. Мы разработали концепцию на пять лет, включили туда очень мощный репертуар, достаточно много мероприятий. Также мы запланировали работу молодежной театральной студии, взаимодействие со школьными театрами, любительскими театрами. Я, как режиссер, всегда очень открыт для этого, готов помочь, готов участвовать в любых мероприятиях. Знаю Артема Бибелюрова давно, как хорошего профессионального режиссера. Работал с ним, получил удовольствие. Артем интересный режиссер, готовый работать с классикой, готовый работать в новых формах. Целеустремленный, хороший организатор, профессионал. Относится с уважением к людям. Работаю с ним одно удовольствие. Мы очень рады, что в нашем Бушковском районе, жителем, который является уже 20 лет, и недавно жителем этого района стал замечательный режиссер Артем Бибелюров. Замечательный наш режиссер, уже служенный артист уже в России, между прочим, вы понимаете? Вот поэтому мы надеемся, что все случится, и он будет замечательным руководителем этого театра в Абонтельке. Важно подобрать очень мощный актерский ансамбль, ведь режиссер – это тоже художник, и художник пользуется определенным набором красок. Краски бывают разные. Бывают масляные, бывают гуашевые, бывают акриловые. Надо, чтобы они были в одном ключе, одного содержания. Ну, а дальше зависит от меня. Мне, как ректору, всегда бывает приятно, когда наши выпускники делают стремительные движения вперед. Я Артему, который уже поставил не один спектакль в городах России и в Москве, и у которого есть жажда творчества и жажда созидания, желаю не оставлять своих стараний, чтобы у него хватало сил на длинную дистанцию, чтобы театр города Ивантеевки стал выдающимся, прославленным, чтобы ставил спектакли те, которые пользовались бы зрительским успехом, чтобы зритель шел туда и не хватало бы мест для всех желающих попасть в театр. В ближайшее время, я думаю, что мы нашего зрителя познакомим с нашими спектаклями, пообщаемся. Это, конечно же, материал таких великих драматургов, как Островский, Достоевский, Гоголь. В этом году мы празднуем юбилей Николая Васильевича Гоголя. Думаю, что самая большая премьера, намеченная мною, состоится ближе к весне по произведениям Николая Васильевича Гоголя. Как будет называться спектакль, я скажу чуть позже. Ну и, конечно же, мне не терпится познакомиться со зрителем городского округа Пушкинский и города Ивантеевка.